приветствую вас на канале москвичи без границ ну что мы сейчас уже в тамбове в поселке недалеко тамбова 20 километров вот приехали навестить бабушку вчера мы приехали выезжали мы из москвы в 3 часа 30 минут вот и приехали сюда в 10 30 вот то есть вся дорога у нас заняла 7 часов дорога перед тамбовом такая не очень я скажу там буквально за 100 километров дорога плохая убитая то есть машину всю трясет вообще капитально вот но в целом как бы ехать можно везде ограничение 70 то есть ну как бы такое движение более-менее нормально прям потока нету вот идет две полосы встречная то есть особо я не обгонал не обгонял плюс у меня сейчас еще адаптация коробки происходит вот и на некоторых моментах она тупит вот но это ничего страшного доехали то есть вообще нормально я ехать сюда там 500 чем-то километров обратно поедем получается через новознаменку будем выезжать на какую-то трассу не помню точное название до новомаринки что надо доехать мне и там будет трасса как раз вот и поедем уже по прямой в сторону воронежа доедем до воронежа попадаем на м4 и едем в сторону крыма друзья там как раз таки мы покажем где будем останавливаться кушать какие столовые кафешки вот плюс где остановимся ночевать планируем доехать до краснодара до ново устиновской что ли по уму или ново титаровская до туда вот но это я уже потом видео больше вам скажу когда уже туда именно подъедем прям вот и как раз таки посмотрим какие цены будут покажем номер какой есть в краснодаре где можно остановиться прям на новой платке которая идет в объезд краснодарского края краснодара города самого ну вот и поедем уже потом переночуем и поедем до крымского моста все будем показывать что будет интересного попадаться по пути природу уже весна везде в москве еще все лысая здесь посмотрите тамбов 600 километров там 550 от москвы и вот такая вот красота все зеленые одуванчики деревья все расцветает везде вам какие поля луга то есть красотища птички поют если так можно послушать если слышите так и посмотрим что там тут река и здесь вообще водится рыба как говорят местные рыбка здесь такая платва наверно какая-нибудь что-то такое в этом духе водится видно было кто-то где-то выпрыгивал немного но вот именно за снять на камеру конечно не получится наверно то вот опять тоже сейчас кто-то выпрыгнул так что такая погода плюс 23 градуса у нас сегодня кайсон число не вижу какое число уносим 27 апреля то есть мы поедем уже в ночь на 28 апреля вот и будем смотреть как раз таки дорогу будем выезжать где-то в часа в 3 пол четвертого опять вот так что оставайтесь на нашем канале не переключайтесь будет много интересного впереди маршрут у нас такой новый неизведанный но ночью снимать не буду потому что очень очевидно ничего не будет буду снимать уже более дневное время как раз таки вот так ну что мы доехали до славянска на кубани хотели остановиться под краснодаром но уехали намного дальше это отель сказка называется находится славянске на кубани еще раз говорю вот прям тут удобно будет доехать потом нам до трассы заведение новое здание новое все новенькое мы уже заселились на номер я потом сниму сейчас мы пришли кушать вот заказали еду себе лагман шашлык рис у меня гречку с этим с котлетой вот цены в принципе адекватные но когда все принесут я вам все покажу вот то есть цены такие территория тоже хорош пошли сюда все вам покажу когда нам уже принесутся есть парковка большая вот номер стоит три с половиной тысячи говорят последний номер был так что ну сейчас преддверии всех праздников понятное дело все занимают везде все бронируют вот и чтобы на мост попасть мы тоже остановились на ночь вот ночью будем выезжать часиков 3 в 4 там как проснусь короче поедем сразу до моста чтобы там в пробках не зависнуть потому что днем пробки большие там по 600 800 машин собирается вот мы хотим все-таки ночью проскочить надеюсь будет меньше машин вот территория сама вот видите вот так вот много парковочных мест там еще березка спа и вот здание отеля и здесь получается тоже отель и кухня здесь можно на веранде на улице посидеть и внутри где мы будем еще не знаю пока что короче путь у нас занял мы же от тамбова ехали вот от тамбова досюда 14 часов с тремя остановками и плюс еще заправка еще одна остановка 4 остановки короче у нас было 2 по по полчаса по 40 минут и одна 10 минут и другая где-то 15 минут ну то есть я считаю быстро долетели вообще нормально так что все здорово оставайтесь на канале не переключайтесь покажу еду что заказали так само меню выглядит вот так это наша кухня и узбекская кухня мы все отсюда взяли алине отсюда как это будет все выглядит покажем говорят порции шашлыка большие мы хотели две порции взять но говорят одной может даже будет достаточного после супа еще так что посмотрим юлька права не права это я сейчас просто с голодухи могу все съесть а по факту потом брен обожрешься и все и бушку верху брюхом дай так интерьер вот такое вот помещение одно и помещение второе вот верану все есть кондиционер все сделано как прикольно красиво как в ресторане все включен завтрак но на завтрак мы к сожалению не успеем вот потому что мы будем выезжать ночь навряд ли нам кто-то его завернет жаль но он был бы неплохо посмотреть на завтрак потому что из завтрак шведка ну вот наверное вот здесь вот тосты наверное там чем быть еще кладут тимки и шинки наверно а компотик вкусный какой так принесли глазами ну так не видит порция тоже приличное мясо есть хлеб но я не знаю считали нам его или нет котлетка с гречкой алинки и будем еще ждать шашлык как попробуем все скажем ну что хочу сказать по вкусу суп вообще отличный говядины много и мягенькая за суп я оставлю пятерочку вкусно не то что там голодный просто реально вкусно очень нравится тебе нравится все вкусно котлеты вкусные класс и порция шашлыка подается сразу соусом с картофелем при шашлык из говядины и овощи овощей много в принципе да на одного съесть нормально такую порцию пахнет вкусно ну что друзья номер за три с половиной тысячи выглядит тут так одна большая двухместная кровать ну тут втроем можно лечь и миду соли на есть еще есть одна кровать тумбочки под каждого свет под каждого окно телевизор кстати большой три стула стол шкаф тоже большой есть вот такой вот много полочек фен вешалки и вот куча делал всяких тепленьких то кондиционер холодильник вот он коридорчик такой вот ну и зеркало можно просьбы не беспокойтесь то есть тут такой вот номер шикарный я считаю прикольный все новенькая чистенько заходишь прям так приятно пахнет вообще здорово ну а вид из окна ну в нашем случае у такой вид из окна он идет на дорогу но эта дорога не прям такая как главная вот здесь потока движения не будет ставят стеклопакеты я на данный момент вообще не слушать чтоб какой-то оттуда звук доходил так что вот так вот заселяемся отдыхаем и завтра в сторону ялты выдвигаемся отсюда чем как можно раньше это ванна душ так выглядит полотенцесушитель кстати отапливается можно на нем что-то посушить даются шампунь гель для душа шапочка швейный набор мыло здесь есть тоже внутри душевой душевой нету мыльца вот все чистенько приятненько